Решетка на окне балкона выпилена и открыто это окно. Таким Лариса увидела свое окно, когда вернулась с дачи. Их с мужем не было дома две ночи. А по приезду их ждал неприятный сюрприз. Из решетки на первом этаже вырезали целый кусок. Их квартиру пытались обчистить. В квартиру влезли, но дальше не пошли, потому что сработала сигнализация, которая их отпугнула. Охранная фирма на сигнал не приехала, подозревает Лариса. А их квартиру от грабежа спас лишь песк сирены. Это же сплошь и рядом. Это же не только. У одних знакомых залезли в квартиру через балкон, отжали дверь. У вторых знакомых на втором этаже залезли. Кому-то спустились с пятого на четвертый этаж. Наш эксперт-криминалист просит не показывать лица. Говорит, знает слишком много секретов преступного мира. Появились так называемые интернет-подводки. Когда человек очень много информации о себе выбрасывает в социальные сети. Фотографируется на фоне интерьера, новые машины. Говорит, что я завтра уезжаю в Испанию. Или, наоборот, выбрасывает фотографии со своего отдыха с Турции. Вот мы сидим уже неделю. Естественно, что это находка для вора. Гиперактивность в соцсетях, желание выложить фото с макбуком или покрасоваться новой машиной. Все это дает грабителю верную подсказку. У вас есть чем поживиться. Дальше дело техники. Вор под видом социального работника или сотрудника облэнерго может пробить у соседей, когда вас нет дома. Может элементарно подергать за дверную ручку или сделать контрольный звонок в дверь. Как залезть в жилище, способов существует масса. Есть кражи через окна. Вот те окна, которые пластиковые, белые, нехорошие, но не очень хорошо открывается. Вот один их недостаток. Есть кражи, которые совершаются, особенно на первых этажах, если там стоит металлическая решетка. Решетка отжимается домкратом от автомобиля. Такие домкраты могут давать усилие до 18 тонн. Залезть могут и через дверь, подобрать ключ или даже вскрыть дверь болгаркой. Только за последние две недели в Одессе произошло полторы тысячи краж. Это кражи квартирные, кражи с автомобилей, очень, можно сказать, популярные в последнее время. И карманные кражи, когда на улицах происходит, либо в общественном транспорте. А вы тоже на месте были? Нет, я не на месте. Водитель черного Мерседеса говорит с нами, отказывается. Плохое настроение парня понять можно. Час назад его машину ограбили прямо на светофоре. Двое в масках подбежали к джипу, когда тот остановился на красный сигнал. Выбили два передних окна, пробили заднее колесо машины и утащили сумку из салона. После скрылись на черном фольксвагене «Пассад». Я видела только двоих, которые выбежали, которые сели в заднюю машину. Они были, их нельзя было узнать, потому что они были в масках. Они все, типа балаклавят это на голове. В полиции рассказали, скорее всего, машину выслеживали и знали. Водитель – человек не бедный. Перевозите крупную сумму денег, не думайте, что об этом никто не знает. Чаще всего эта информация отслеживается. И с такими гражданами происходят такие ситуации. Подобными схемами активно пользуются преступники. Правда, до выбитых стекол доходит не часто. Зато в ход идут ситуации с отвлечением внимания. Например, прокололи колесо, либо что-нибудь под машину кинули. Человек выходит, будь то женщина, особенно они растерянные, не понимают, выходит. Оставили машину, дверь не заблокирована. С другой стороны подходит ловкий молодой человек, тихонечко открывает дверь, витаскивает сумочку, витаскивает документы. Это очень распространено и очень тяжело потом ловить их всех. А вот эта кража случилась на улице Зоопарковой. Видео с камер наблюдения дает четкую картину преступления. Пока водитель ковыряется в машине, вор спокойно вытаскивает сумку из салона. Мы пришли с ребенком с прогулки, оставили ее здесь на первом этаже, в парадной, под лестницей и поднялись домой. Ну, в течение нескольких часов ее уже не было. У Кати увели коляску прямо из парадной. Это был белый день, здесь во дворе вот у нас бегают дети, выходят люди. То есть я не думала, что прям за эти считанные часы она уедет. Девушка выложила фото коляски в соцсети, попросила всех, кто увидит такую, сообщить. Кате повезло. Украденную вещь она увидела через пару дней на улице. Молодой человек заверил, купил коляску на блошином рынке. А мои собеседники рассказывают, сейчас в городе орудуют более 200 творожских бригад. Всегда перед летним сезоном происходят какие-то сходки воровские, где делят поля, зоны влияния, зоны контроля. И в каждом районе работает свой смотрящий, который управляет целой сетью бригад, бригад барсеточников, квартирных воров и так далее. Сейчас в нашем городе летом их несколько сотен. Летом число преступников в Одессе увеличилось на две трети за счет гастролеров. Когда был наш губернатор, известный из Грузии, была до этого группа из этой солнечной страны. Когда он здесь присутствовал, она уехала, чтобы с ним не связываться. По моим данным, сейчас она вернулась. На поселке Котовска у нас стабильная бригада из солнечного, из этнических азербайджанцев работает. Их около десятка человек, так называемых спортсменов. Татьяна Блайда, Григорий Евич, Денис Руць, телеканал Репортер.